Весенний субботник по уборке снега звучит странно, но факт есть факт. Обычно в это время убирают песок с проезжей части тротуаров. В марте 2013 убирают снежные сугробы. Учащиеся 68-го ПТУ откликнулись на призыв районных властей помочь коммунальным службам. Молодым людям подъем прямо вставая гостиница Припять-Хлебозавод покорился за пару часов. Мы понимаем, конечно, снука такая, что летели до снеги. Надо как бы помочь. Приятно, что люди ходят так, как мы работаем. Большое спасибо, которые ходят в город. Это приятно слышать. Спасибо от горожан в этот день ребята слышали не единожды. Было за что убирали вручную почти 2 километра непроходимого снежного тротуара. Долгое время большую работу в этом плане проводят мастера, объясняют, что это действительно нужно. Что это работа почетная и, несомненно, в будущем она будет как-то отображаться для дальнейшей их трудовой реабилитации, продвижения по карьере. Дети должны уметь работать, учиться работать. У нас такая политика в училище, поэтому всегда мы с радостью откликаемся на предложение в выполнении работы. Группа 68-го ПТУ не единственная, кто работал сегодня против снежных заносов. На интернациональной трудились представители 131-го строительного колледжа. Ребята 68-го училища строителей помогают убирать снег. Снега выпало много, всем известно, и помогают нашим коммунальным службам наводить порядок. Работают с энтузиазмом, весело, задорно. Такие работы проводятся сегодня и будут проводиться завтра по всему городу силами учащихся среднеспециальных учебных заведений профессионально-технических училищ и нашего университета. Мы благодарны им за то, что они откликаются на наш призыв в помощи. В отделе молодежи рассказали выход на весенний-зимний субботник в Неплановый, но далеко не последний в деле наведения чистоты в городе и районе. Сейчас молодежь помогает в уборке снега. Как только потеплеет, будет наводить уже по-настоящему весеннюю красоту. Светлана Грутько, Юрий Горобец, телеканал Мозырь.